а здрасьте всем друзья привет уреньки продолжаем играть на отродной долине продолжается на второй сезон и что у нас в общем то происходит у нас есть 45 поле на нем растут соевые бабы не знаю зачем просто захотелось также друзья у нас есть сороковое и 44 поле тут у нас растет сорга еще это все дело не созрело поле я это объединил я хотел объединить на самом деле 39 38 но почему-то я не знал что здесь вот такая вот дорога которая не объединяется причем я уже даже пошел плугом здесь объединять когда не хотела она объединяться только понял что что-то не так пришлось в общем-то зарисовывать здесь травой немножко криво получилось но да ладно может быть когда-нибудь потом подправим также есть 39 38 поле здесь у нас растет кофе поле уже объединено а кофе еще не собрано но созрел только совсем недавно также на 36 37 тоже то что в общем-то в прошлой серии еще не созрела созрела вот сейчас поэтому сегодня друзья наша задача вот это вот все дело собрать и вот эти вот все поля объединить а еще нам друзья надо прикупить и 35 поле и с ним объединить тоже но у нас нет денег ни на поле ни на что поэтому для начала друзья продадим как минимум один прицеп кофе кофе с полей мы собрали по моему два с половиной миллиона чё посмотрим у нас еще сорга есть 90 кубов я собирался отвезти на топливный завод но не отвез у нас есть до два с половиной миллиона литров кофе поэтому давайте отправим один прицеп продать это у нас вот этот товарищ будет делать только посмотрим где у нас кофе продается нынче дороже всего порт вашингтон 908 и цена падает но да ладно ничего страшно дружище один раз пока едешь потом будем смотреть надо ли будете отправлять еще или нет также пока ты едешь кстати давайте еще одного товарища мы тоже зарядим в работу этот же сибишка будет она у нас поедет на топливный завод топливный завод выгрузка и тебе нужно отвезти соргу и два раза как раз ты съездишь и все будет нормально черта куда ман уехала он поехал кругами кататься я не тот режим поставил опять это для меня вполне нормально ну ладно ничего страшного что я тебе не тот режим поставил черт я ему не тот режим поставил все нормально мы все исправили в общем-то пускай едут продают сейчас будут денежки и друзья поставим еще и комбайн на уборку 37 поля я думаю это поле довольно быстро у нас уберется и мы сможем его начать объединять с 36 разворачиваем комбайн цепляем жатку все как обычно у нас я не знаю чтобы по кругу поставить работать давайте по кругу поставим работать он как раз сделает круг это можно будет начать плугом работать хотя с другой стороны еще и 36 поле надо убрать для этого ладно в любом случае уборка должна быть быстрый все друг ты погнал поле 37 тебе поставим но и давай убирай что у нас маном она нас грузится благо изолеватора быстро довольно таки загрузка идет на джи себе шки все равно нужно немножко подождать самую малость потому что прицеп у нас большой в общем-то идея объединить 44 40 39 38 в одно большое поле у нас не срослась поэтому у нас будет три поля больших и одно маленькое 45 я думаю что для старта нормально засаживать будем всякой разной фигней если вдруг будет острая нехватка денег будем эту самую фигню продавать с кофем и коноплей мы немножко закругляемся чтобы не заниматься перемоткой по три дня очень долго растет это все дело хотя с другой стороны если вдруг что-то с производством будет надо подождать чтобы что-то произвелось то почему бы и нет плюс если будет острая нехватка денег то тоже в принципе можно будет этим заняться без проблем давайте пока сходим на тридцать пятое поле посмотрим что у нас там происходит у нас поля готово к посеву и хорошо пойдет надо его разок удобрить это хорошая идея поэтому где наша удобрел к а где наша вот наша удобрел к а мышь поле не купили поэтому мы не можем пока его удобрить я понял ладно сначала его надо купить но сейчас у нас появятся денежки сейчас манда едет и продаст прицеп кофе и у нас появится немножко денег чтобы купить поле хотя на самом деле друзья еще нужно купить технику сегодня я планировал и некоторые предприятия еще планировал купить денег если не вообще планировал потратить прям много может быть плохая идея была его по кругу пускать кстати у нас пошел продаваться кофеек да по кругу пускать этого товарища была плохая идея здесь куча места чтобы разворачиваться поэтому проходки поставим ему самое обычное и знаете наверное он сейчас вот это вот уберет и поставим его 36 поле убирать а чтоб можно было заняться их объединением а денежки меж тем капают приятненько давайте пока выведем трактор которым будем объединять поля у нас опять будет работать наш кейс который работал работает у нас всегда силкой в прошлой серии он отлично справился со своей работой поэтому сегодня тоже самое бздын 470 тысяч хорошо вообще шикарно а если у нас есть 470 тысяч это значит что у нас есть деньги на 35 поле правильно правильно отлично покупаем 421 тысячи на поле потрачено остается 72 тысячи друзья надо продавать оставшиеся вот это все весь кофе поэтому его прерываем и говорим ему еще четыре раза съездить пускай едет а мы возвращаемся сюда во первых переставляем комбайн стой друг давай два раза по кругу во и поехали поставим тебя на стартовую точку убирай сначала 36 поле а мы сразу же начнем их объединять хорошая идея правда только как-то стартовая . у тебя прям не то чтобы удобно давай чуть подальше а то хрен его знает что там с разворотами потом будет плохая идея задним ходом сюда было двигаться очень долго это все происходит но тоже ничего страшного все путем давай друг со стартовой точки погнал а мы друзья начинаем объединять поля в общем то все как и в прошлый раз небольшая проходочка вот здесь вот только опять таки надо это ровно сделать как это сделать ровно я честно говоря без понятия прошлый раз каким-то чудом конечно получилось но это не то чтобы очень просто я думаю вот так вот пойдет ждем пока он отсюда уедет и начинаем пахать у нас все прекрасно все сделали по красоте инту стартовая точка так не хорошо получилось ну ладно отправляем его в общем то работать и надеюсь ты там не повылазишь нигде у меня плуг как-то не полностью раскрыт был вот почему у меня какие-то сложности с этим были но да ладно значит что у нас происходит у нас во первых продался еще один прицеп кофе и уже поехал второй поле у нас сейчас здесь будет объединяться также 35 поле у нас удобряется тут в общем то все хорошо комбайн убирает поле друзья нам нужно купить еще один грузовичок и грузовичок небольшой это опять-таки грузовичок золотого колоса 150 тысяч он стоит 270 кубов у него вместимость есть еще такой же прицеп к нему я вот пока не знаю насчет прицепа скорее всего потом тоже купим но пока обойдемся грузовичком 151 тысячи грузовичок у нас оранжевый прекрасно выглядит сейчас мы его отправим работать с комбайном но предварительно надо друзья посмотреть что у нас есть по есть оранжевый прицеп парковка оранжевый прицеп я без понятия где она находится тут искать это знаете ли дело гиблая парковка прицеп кюгель что мы его потом найдем если он припаркуется если где-то не там это будет назначаем значит пока что вот такую кнопку но и само собой поле 36 и разгрузка у нас будет идти на мой элеватор давай друг помогай комбайну работать с этими ребятами разобрались объединим поля засеем их и все у нас будет здесь прекрасно погнали дальше разбираться с техникой друзья а именно друзья нам надо собрать вот эту вот траву потому что ее уже пришла пора косить ее здесь еще много косилка будет захлебываться поэтому надо ее собрать и у нас еще кофе продается и еще денежки прекрасно просто так вот нам нужна волковая жатка 50 лошади всего требует 6 метров ширина в принципе неплохой вариант он сможет все пособирать давайте ее и возьмем и какой-нибудь супер маленький трактор к ней можно даже широкие шины воткнуть мы этого делать не будем а какой-нибудь маленький трактор например вот этот вот джоник ладно шутка но мне вот этот нравится если честно за 39000 давайте его и возьмем можно тоже широкие шины поставить зачем пойдет и так вот так вот это чудо техники выглядит погнали на базу придумаем где у нас будет парковаться и отправим его работать сейчас друзья самое сложное это найти какое-то парковочное место извините за просивший фпс когда вот так вот это все плохо работает знаю карта открыта слушайте смотрите у нас есть парковка косилки и слева есть парковка фуражный прицеп я думаю что фуражник мы туда и засунем почему бы и нет но все равно сейчас купим а парковка косилки пускай здесь будет почему вы и нет может быть он даже заед хотя здесь так себе заезд парковка косилки давайте переименую парковка волковалка назначим эти точки и отправим его посмотреть припаркуется он тут или нет потому что это вопрос жизни и смерти это не самая маневренная штука для парковки задним ходом а там она рассчитана на одиночную косилку насколько я понимаю так что давай двадцать три секунды посмотрим заедешь ты или не заедешь да как видите она сюда не заезжает потому что надо протянуть дальше очень ломается вот эта штука блин а куда бы его засунуть на самом деле его можно и на улице хранить он трактор же без крыши кабриолет там у нас ангары все заняты блин как же проседает фпс из-за этих точек парковка кёгель синий парковка большой прицеп заправки всякие кстати смотрите вот эта парковка оранжевый прицеп то есть наш ман будет становиться рядом с красным маном это прекрасно так извините у меня глаза вытекают из-за вот этого просевшего фпс а короче друзья у меня есть предложение парковать его рядом с ангаром и поэтому сейчас мы в общем то сделаем ему точку парковочную и все у нас здесь будет по красоте наверное вот в этом месте чем бы и нет давайте сделаем здесь вроде бы назначили вроде бы должно работать теперь это у нас будет называться парковка волковалка а это же новая . она находится не здесь вот парковка волковалка засовываем ее в парковке и назначаем на трактор и на саму волковую жатку теперь погнали на лужайку запустим его в работу тут ребята как и с косилкой объезжаем вокруг поля определяем ему границу работы едем чуть правее волка и все должно будет быть хорошо но но Ну, в общем-то, вот такие вот границы поля у нас получились. И, значит, генерируем маршрут, исходя из этих границ. Делаем, наверное, где-то 5 поворотных полос, пускай будет. И вот такой маршрут у нас получился. И он у нас в другую сторону, да? Почему он по часовой стрелке и не против часовой? Ладно, ничего страшного. Хотя вообще не очень хорошо, конечно. Не, ребят, надо переделать. Один момент. Так, ну вот сейчас что-то более похожее на правду у нас получилось. И этот маршрут мы сохраняем. Волкование луга пускай будет. После чего ты, конечно же, едешь на парковку. И сейчас ты едешь работать. Но волки здесь, блин, супер толстые будут. Фуражник, кстати, с первого раза, скорее всего, все не соберет. Будет оставлять. Поэтому после этого покоса, возможно, придется несколько раз проходиться волковалкой. Здесь я по максимуму аккуратно постарался вот это вот все проехать сейчас. Вроде как он даже все должен собирать. Посмотрим. Тем временем у нас миллион двести пятьдесят восемь тысяч на балансе. А ман сейчас... Ага, не хватает ману. Стоит, ждет. Последний кофе не хочет продавать. Ей давай продавай. Не томи. Правда, мы сейчас еще соберем. Да. Кофе больше нет. Сорга больше нет. Так вот, нам нужен фуражный прицеп. Под фуражный прицеп, друзья, возьмем вот такого вот джоника. Двести двадцать восемь тысяч он стоит. Как раз мощей ему хватит двести восемьдесят лошадок. Больше ставить смысла никакого нету. Поэтому пускай будет такой. Ну и сам прицеп. Пятьсот шестьдесят кубов. И, друзья, покрасим его в зеленый джониковский цвет. И желтый. Во! И обод давайте тоже в желтый джониковский. Классно будет выглядеть. Покупаем. Семьдесят пять тысяч он стоит. И у нас еще девятьсот пятьдесят тысяч на балансе остается. Слушайте, классно. Во! Отлично эта парочка будет смотреться, я вам скажу. Я очень надеюсь, что на парковку фуражный прицеп она влезет без проблем. Парковка, фуражный прицеп. Давайте назначим и отправим его туда. Пускай едет. У нас, кстати, уже почти убралось тридцать шестое поле. Что у нас с объединением? И почти объединилось оно с этой стороны. Тоже прекрасно. Надо будет еще плуг поставить вот с этой стороны, чтобы оно это все дело объединяло. И убрать тридцать седьмое поле. А также еще потом, кстати, надо будет убрать и тридцать восьмое поле. Оно не убрано. Поля здесь объединены. И, соответственно, потом засеять получается два поля еще. Надо будет тридцать восьмое, тридцать девятое пару. И тридцать пятое, тридцать шестое, тридцать седьмое. Тут, в общем-то, все понятно. Да, друзья, много техники работает. И уже начинаются просадки с фпсом. А ладно, ничего страшного. Так, денюжки, денюжки, денюжки к нам еще прибывают. Это прекрасно. Кстати, друзья, у нас еще и ил закончился. То есть последний лежит здесь. А на базе больше нету. Так что, возможно, придется в ближайшее время обратно выкупать озеро. И делать запасы ила. Кстати, бобы уже на второй стадии созревания. Ну ладно, убирать все равно будем завтра утром. Все поля сразу. Черт, какая здесь какафония получилась, а? Это, друзья, надо исправлять. Это ж не я так сделал. Это курсплей так сделал. С этой стороны все нормально. А с этой как-то прям не очень. Так, это вот такая трава. Блин, а как бы это сделать так, чтобы не залазить на поле? Блин, тут оно не дает сделать по красоте. Я надеюсь, что такая трава как надо. Я случайно нажал на тап, поэтому будем листать еще раз. Вот вроде бы оно. А вот если круглым сделать, то оно дает не по клеточкам это все рисовать. Кривовато получилось. Грустно, но ладно. Что-то тут трохи накосячил плуг. Но бывает, не суть важна. Так, водитель прибыл на парковку в фуражном прицепе. Погнали посмотрим, заехал ли он нормально в гараж. А он заехал нормально в гараж. И будет здесь у нас жить. Прекрасно. И погнали еще посмотрим, что у нас с фуражником. А меня больше всего, конечно, вот это вот место интересует, чтобы он здесь всю траву брал. Потому что здесь у нас выезд на чужую территорию идет. Но все четенько, он все будет подбирать. Это прекрасно. Вот это, видимо, вручную придется делать. Но опять-таки, ничего страшного в этом не вижу. О, закончил умничка. Погнали поставим тебя в другое место. Так, ну вроде бы маршрут нормальный. Я сгенерировался. Погнали зарядим этого хлопца работать. Стартовая точка у него, конечно, не с той стороны, с которой хотелось бы. Но ничего тоже страшного в этом не вижу. Давай, друг. Со стартовой точки. Едь. Что-то я не понимаю с этим плугом. В какую сторону он должен быть, в какую не должен быть. Ну и ладно. Так, хард прибыл на парковку. Красный прицеп. Это хорошо. Этот у нас товарищ тоже закончил свою работу. Выгружает он зерно в зерновоза. Как все здорово, однако, да? А может и не брать прицеп к этому ману. Но он маленький, маневровый, вполне себе на полях будет хорошо работать. Вместительность, конечно, могла бы быть и побольше. А тот ман пускай будет работать на просто перевозках. Хотя, с другой стороны, друзья, я хочу купить еще один комбайн. Потому что одного немножко маловато. Также, кстати, друзья, пока у нас есть деньги еще. Значится, я тут поговорил с человеком, который отыграл тысячу часов на этой карте. И он мне сказал, что если купить заправку, то техника на ней будет пополняться по автодрайву. Я раньше пробовал, и у меня это не работало. Но я ему поверю. Поэтому эту территорию мы покупаем. 229 тысяч она стоит. Также, друзья, покупаем сразу же муниципалитет. Это нам понадобится уже в следующие разы. Хотя, на самом деле, можно его и продать. Для чего муниципалитет? Для того, чтобы можно было посмотреть, что нам нужно для постройки моста. Нам нужна арматура, стальные балки, цемент и ЖБ-барьеры. Производится, падла, недолго. И всего этого надо по 100 кубов, да? Да. И на каждый мост. В муниципалитете, друзья, мы можем отслеживать постройку мостов. А где он? А, дальше чуть-чуть находится. Так вот, мы можем отслеживать постройку мостов. Вот на этой карте я вам ее показывал в прошлый раз. Но для начала нам нужно, конечно, построить предприятия, которые будут производить вот эти ресурсы. А для того, чтобы построить предприятия, которые будут производить эти ресурсы, из других ресурсов, надо построить кучу предприятий. Короче, да, это целая большая цепочка. О ней я расскажу вам в следующий раз, если не забуду. Так, чел, ты у нас наполнился и не хочешь уезжать? А чё это он не хочет уезжать? А, дорогу, видимо, искал. Ладно. Значит, ты у нас идёшь убирать соседнее поле. А что ты думал? Всю сказку попал, что ли? Давайте мы один холостой круг поставим. Лишним не будет. Можно даже два круга. Запускаем его по маршруту. Пускай Ейт убирает. А, да, только надо поставить ему, чтобы он работал на поле номер 37. А зерновоз наш всё никак не хочет ехать. А чё ты не хочешь ехать, друг? Покидает поле. Давай мы тебе, во-первых, поставим выезд с поля в ближайшая точка. О, я понял, почему он не едет. Я, кажется, забыл убрать параметр массы. И у него просто нету сил. Ладно, исправим. Вот, значит, вот такая вот серия получилась. За кадром, друзья, я доубираю вот эти поля. То, что осталось доубирать, кофе. Весь он отвезётся на склад. Вот, засею вот эти вот поля. Объединю до конца. Разумеется, это вот сделает этот вот товарищ. Вот. И соберу траву всю. И покажу её ещё раз. Что у нас там на лужайке-то происходит? Ездит нормально, волки делает, всё хорошо. Так вот, запустим фуражника. И тоже он покатается, поработает. Ну и посев. Разумеется, посев. И в следующей серии, друзья, с утра мы начнём с уборочной. Плюс у нас будет ещё кофе на продажу дополнительный. А ИЛ пока не трогаем. Вот. И уже начинаем. Да, я говорил уже, что мы начинаем строить предприятие. Но всё никак не можем завершить с полями работу. Но в следующий раз уже прям точно, друзья, лесопилка как минимум у нас будет стоять. А может ещё и побольше. Если денег хватит. Потому что надо будет ещё территории покупать. Кошмар, короче. На этом, в общем-то, всё. Всем огромное спасибо за просмотр. Лайкучки, комментарии не забывайте писать, оставлять. Всё вот это вот ставить. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если хотите смотреть серии заранее, то ссылочка на Boost, конечно же, есть в описании. Там серии выходят по мере съёмки. Плюс иногда попадается эксклюзивчик всякий. Не знаю, насколько он интересный. И не знаю, насколько он часто будет попадаться. Но иногда такое бывает. О, кстати, вот эта штука работает и производит нам дизель. Тоже хорошо. В общем-то, да. Всем спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Никита Дилы. И всем пока-ки.